вот такой вот участок я увидел по дороге в монастырь вот такой вот друзья телефонный аппарат стоит можно позвонить вот такая вот надпись кузня здесь видимо чья-то кузня сначала показалось кузя иду я по длинной длинной дороге и путь еще немалый мне остался ящерицу я увидел на дороге видите дорога до дорога друзья дорога к фильму друзья потому что я снимаю для вас данный момент очередной свой фильм надеюсь он вам очень понравится машину уже достали все едут 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 перебивают мой голос он еще какая-то машина едет давайте если не пролетела даже нас наверно не заметила с вами красавица прям можно на ней какой-нибудь дом построить деревянные жить как тарзан как маугли посмотрите друзья какая красота тут папоротник друзья папоротник представься людям сколько тебе лет какого-то города как тебя зовут 20 сусимая антон может кстати привет передать бабушки привет ну нет расскажи от себя то кстати баба уже пишет привет баба попросился чтоб я его с собой взял посмотреть на процесс съемки ему стало очень интересно как блогеры снимают видео ролики свои да антон ты же это просил чтобы я тебя взял и сказал процесс сеня день покажи рыбу которую ты поймал приезжайте в остров рыболовная усадьба рыболовная усадьба остров пост это уже около 10 лет там есть рыболовный клуб пионер кто хочет вбивайте форму сначала я подумал что это могила но я так понимаю что здесь захоронен какой-то святой это памятник давайте почитаем видите какой тысячелетний наверное да этот дуб здесь на нем даже хват кота только не хватает как у пушкина в сказке свет такую прям как с небес знаете как фильмах когда ангел спускается вниз на землю вот тоже самое с небес да вот меня антон поправил там ангела не видишь нет ну друзьям пока ангела не видим мы видим он вот-вот собирается спуститься вниз явно не наш монастырь какой-то наверное больше пансионат а психбольница наверное да мы слышали точно друзья я вот думал поснимать если это психбольница то у меня были планы тоже что-то поснимать тех же псих например хотя это не смешно и людей этих жалко но интересно конечно я никогда не был психушки надеюсь там не окажусь никогда только по своей воле и хочешь пить да очень даже вы видите человек хочет пить и я друзья хочу пить я уже не могу не очень вот такой вот участок я увидел по дороге монастырь луговой луговой мы посмотрим название как точно луговой наверное такой вот интересный участок друзья такая вот дорога друзья чем он может показаться интересным этот участок тем что здесь есть персонажи как он топ угала а из алисы в стране чудес или алиса в зазеркалье он даже надпись если можете наблюдать алиса в зазеркалье проехала машина такой вот участок друзья интересный он какая-то лошадь из мультика тоже можете видеть до наблюдать вот нашего русского мультика я так понимаю здесь какой-то необычный необычный друзья участок вот такая вот тоже я думаю видно вернее за забором за калиткой но что-то вам видно такие вот персонажи из фильмов я так понимаю сериалов в принципе думаю думаю на этом хватит съемки этого участка если кому надо вы на паузу нажмете и рассмотрите более внимательно друзья друзья вот такой вот телефон такая будка телефона такая дорога байкеры слышите да этот звук выхлопной трубы вот такой вот друзья телефонный аппарат стоит можно позвонить куда нужно я думаю а можете нельзя давайте проверим есть гудки или нет я думаю вам слышно можно позвонить куда-нибудь например в скорую или в полицию или лучшему другу друзья такая вернее дорога такая дорога и такая вот будка сельская местность скажем вот такая вот надпись кузня здесь видимо чья-то кузня сначала показалось кузя думал здесь живет кузя оказалось кузня такая вот надпись это мы по дороге идем за парк увидели такую надпись друзья друзья такая вот красота такие вот такая природа вернее поют сверчки ну и вот это вот дорога вот это вот лес и так понимаю через дорогу и васильево 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 поселок который мы прошли такая вот друзья красота вот такую вот ящерицу я увидел на дороге видите дорога до дорога друзья и вот такое вот чудо аку сказки вернее русских народных сказках есть ящерица также у нас здесь есть одна ящерка кстати друзья она по моему без хвоста на без хвоста что-то у нее с хвостом друзья видите на какая красавица смотрите посмотрим вот она друзья такая вот ящерка ну-ка давай нам по камеру скажи что-нибудь передай привет подземному царству на друзья дорога и как самоубийца посреди дороги все на друзья убегает 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 все перебежала дорогу давайте скажем ей пока подруга нам тоже друзья пора пора идти к намеченной цели друзья иду я по дороге до путь еще долгий как вам так сказать то правильно иду я по длинной длинные дороги и путь еще немалый мне остался прийти в поселок луговой зоопарк и вот по пути я решил для вас друзья поснимать вот такой вот пейзаж может кто-то из вас художник рисует картины или вы просто сделаете скриншоты распечатаете повесите у себя фото картину в гостиной в прихожей в комнате спальне да неважно где друзья вы посмотрите какая красота такая природа не считая этой дороги этого шоссе можно сказать нетронутая почти нетронутая человеком друзья такая вот красота тут березы сосна сосны я вообще обожаю березы тоже вот они в таком вот сочетании очень очень друзья мне нравится не знаю как вам такое вот чистое небо синее и и и вот такая вот друзья длинная при длинная дорога назовем ее обзовем ее дорога к фильму друзья потому что я снимаю для вас данный момент очередной свой фильм надеюсь он вам очень понравится друзья вот такая вот машина проехала пролетела вернее нам с вами навстречу что я вам хотел показать а показать я хотел вот эти вот сосны друзья посмотрите какая красота если никак не могу успокоиться я помню когда-то в детстве ходил с отцом гулять сосновый бор сосновый лес мне было лет пять-семь мы ходили по землянику по грибочки просто по ягоды тоже брусника или черника как ее называют друзья и я вспоминаю эти годы свои детские вот этот вот запах который мне навевает этот лес сосновый бор с березой перемешку он друзья береза просматривается видите на если я думаю грибочки белые по до подосинники подосиновики и какие еще на таком лесу водятся но белая думаю по любому есть и сыроежки я думаю тоже можно найти но шампиньоны не знаю короче друзья пока не сходишь сам лес это я на днях наверное сегодня я иду монастырь он кстати его немножко видно давайте я капельку увеличу он проглядывается не знаю видно вам или нет вот такая вот ель можете наблюдать шикарная красивая ель к его длинная пушистая она не падают лучи солнце очень красиво рядом береза стоя друзья просто вот хочу вам всю эту красоту также не было вот облака видите да сказать у меня кому интересно снимаю на камеру фонар 20 про мне очень нравится как на этой камере получаются облака и природа очень яркие сочные краски друзья все как на самом деле даже ярче немного к вот дорога дорога к фильму потому что для вас я снимаю друзья фильм в данный момент и вы можете его попозже когда сделаю монтаж посмотреть и оценить такой вот овраг друзья посмотрите яма небольшая машина уже достали все едут 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 перебивают мой голос он еще какая-то машина едет давайте если пролетела даже нас на смен не заметила с вами и вот такие вот друзья сосны это уже другие сосны друзья и вот такие вот сосны тоже я не смог мимо пройти и хочу для вас поснимать вот эту сосну посмотрите какая красавица прям можно на ней какой-нибудь дом построить деревянные жить как тарзан как маугли посмотрите друзья какая красота тут папоротник друзья папоротник такой вот думаю если вы городской жители редко бываете на природе вы сможете посмотреть это видео отвести душу вот это вот березовая роща друзья посмотрите как красиво березовая роща очень друзья красиво наверное видео я разобью на пару частей как я приду в монастырь там будет зоопарк и плюс сам монастырь плюс природа думаю сделаю пару роликов одним роликом не буду ограничиваться потому что они мне длинны очень все сделаем немного покороче а может такой же но роликов будет два или три потому что материал очень много хотелось бы для вас поснимать всю эту красоту не один раз друзья смотрите какая друзья красота моими глазами друзья друзья я думаю вы сможете все это увидеть так вот видят мои глаза а мои глаза друзья это вы друзья подписчики и просто ним проходящие уходящие люди смотрите какое произведение искусства бог бог у нас создатель как художник видите какую картину он сделал для нас друзья 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 подходим уже мы я так думаю к монастырю вот здесь уже дорога кончается начинается другая вот указатели и кстати облака такие сегодня замечательные облака небо голубое голубое и белые белые облака какой-то автомобиль мимо едет друзья вот видите да даже два автомобиля мешают немного съемки на потому что наверное меня не очень хорошо слышно и вот видите да про проглядывается вдалеке что-то похожее на церквушку друзья друзья думаю вам видно какие-то здания вдалеке да он лесопосадка или как это деревья кустарники что там еще вот и вот монастырь я думаю вот этот вот друзья который вдалеке красуется виднеется вот он вот этот наш с вами наша с вами цель друзья на сегодня друзья вот такие вот облака я думаю вам видно как мне как красиво друзья смотрите какая красота кажется как будто они низко низко прям как на ладони прям над землей висят друзья по ним можно прыгать как марио если кто играл в игру супер марио прыгал прыгал он по облакам тоже по моему также и нам с вами можно будто прыгать по этим облакам или кататься на них как детских мультиках сказках или просто их потрогать как сахарную вату и съесть смотрите как это красиво такие вот друзья облака давайте молча посмотрим мы насладимся этой красотой этим небом друзья друзья мы вот столько с вами уже протопали прошли видите да вот оттуда мы шли 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 и друзья пришли вот сюда вот сюда друзья мы с вами пришли и мы уже почти в монастыря вот так вот друзья мы идем 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 как будем подходить я поближе поснимаю вы спросите что это за чел такой пау стоит это антон а мы вместе работаем живем в одном вагончике общежитии ну давай представься людям сколько тебе лет какого-то города как тебя зовут 20 20 лет антон куда мы с тобой направляемся не нельзя я уж снимаю короче друзья мы идем монастырь вот можешь кстати привет передать бабушки привет но не то скажи от себя то уже пишет привет бабуль ну скажите еще бабуль тебя слушает мы идем монастырь смотреть да зоопарк вот поэтому друзья давайте пожелаем мне антону удачи удачной дороги ровной дороги скажем так вот но желательно с приключениями потому что все-таки мы жизни да да и мы снимаем для youtube чем больше приключений тем интересный контент друзья вот такой вот домик в поле за полем виднеется дмитров скорее всего это дмитров там и комбайн если можете разглядеть там вдалеке комбайн друзья вон он видите да вон он вон он друзья комбайн думаю вам видно друзья вот мы подходим указатель видеть сюда я храма район или что это такое я храма р кто знает пишите в комментариях что это означает именно р речка да вот мне подсказывают речка я храма точно друзья извиняюсь речка так он мостик мост туда вон рыбу кто-то даже по моему ловит рыбак это или кто-то вот друзья столько мы с вами прошли прилично с вами приличное вернее расстояние едут автомобили такси такси пролетело ну вот еще разочек для тех кто не разглядел район я ой речка я храма постоянно хочется назвать районом так а вот у меня друзья без грамотность я храма я храма пишите в комментариях на какую букву правильнее ставить ударение вон антон несет пакет сегодня он помощник мой помощник помощник оператора поэтому попросился чтоб я его с собой взял посмотреть на процесс съемки ему стало очень интересно как блогеры снимают видеоролики свои да антон ты же это просил чтобы я тебя взял и сказал процесс в одном могу вагончике нормально общаемся поэтому я просто не смог ему отказать он рыбак сейчас мы к нему подойдем мы спросим он еще один рыбак тоже видимо ловит рыбу так друзья давайте перелезем через забор такая вот речка у кого-то здесь удочки у ребят видимо а рыба то есть ловится есть а не подойдешь не покажешь а какая ты говоришь две щучки вчера поймали у нас именно так вот на телевизор несколько штук и поймали две щучки тебя как зовут извините сеня сень покажи рыбу которую ты поймал вот друзья смотрите это не мое телевизор на телевизор объясни подписчикам что такое телевизор вообще не телевизор это сеть а сеть да вон видите палка внизу к нему сел но это сеть а а а потому что да это а а а а а время сезона а а а а а это у тебя карасики да карасики ну-ка покажи подписчикам друзья давайте посмотрим какая рыба у арсения правильно да арсений вот это ж карась да это либо кустерка либо подлещики тут а а а а покажи пакет раскрою просто людям посмотреть друзья смотрите сколько рыбы но это немного да еще хотя на вес уже сколько здесь килограмм у меня есть весы весы нифига себе видите какой предприемчивый молодой человек даже с весами ходит так давайте взвесим затея затянул меня вон человек а а а а ну-ка арсений давай проверим сколько ты наловил после последующей рыбаку походу не падал а то есть батарейка да не работает у меня по последний раз у вас меня не а а а ну хорошо очень приятно было с тобой познакомиться вот вот пойдем мы мы дойдем да вот открыто там может это людям передашь ну привет там друзьям а если кто хочет занимать спортивным спортом в рыбалную усадьбу остров в москве всех ждем это здесь рыбалка ты имеешь в виду? платные спортсмены а где это? рыбалка на усадьбе остров вбиваете так в а может помедленнее это очень быстро да есть привычка ну-ка короче кто хочет реально хорошую рыбалку И трофейную Приезжайте в остров рыболовной усадьбы Рыболовная усадьба Да, остров Это усадьба около 10 лет Там есть рыболовный клуб Пионер Кто хочет, вбивайте форум Всем рады Я один из них Спасибо Арсений тебе Спасибо Все мы пойдем Друзья Мы на обратном пути Думаю еще увидимся Как канал называется? Канал называется Жека Чтобы проще найти Ты можешь вбить Жека Родительский дом Это одни из моих первых видеороликов Поскольку я пока не супер известный Да и можно сказать неизвестный Блогер Канал около года Но роликов там уже Приличное количество Есть даже интересный Жека Родительский дом Да, есть Есть Там покажи-ка Вот, друзья А можно это? Все? Вот, друзья, мой канал Ну не знаю, видно нет, да? Ты подписался? Да, все Спасибо, жди ролик Жди ролик Друзья, ну вот мы уже подходим Видите, да? Вот это вот уже у нас Тут идет поворот Как-то есть поворот не туда Но я надеюсь, мы идем По верному пути Да, Антон? Как ты считаешь? По верному пути? Да Вот, Антон считает То, что мы идем По верному пути, друзья Я тоже так считаю Вон просматривается Монастырь Мы уже совсем близко Вот он, друзья Совсем уже близко Друзья, вот пока я шел По дороге Я увидел Вот такой вот Сначала я подумал Что это могила Видите, перелез через Перила Ограждение От дороги Сначала я подумал Что это могила Но я так понимаю Что здесь захоронен Какой-то святой Это памятник Давайте почитаем Что здесь написано На месте 7 В год Традиства Христова В 1361 году Собеседник и сопостник И ближайший ученик Великого Сергия Преподобный Мефодий Пешнонский Обрел место Молитвенного уединения И поставил свою келью Друзья Извиняюсь Что я так коряво читаю Видимо Здесь молился Потом Машина проедет Друзья Извиняюсь За то Что я так коряво читаю Наверное Половина непонятна Тут еще машины Ездят Шумят Я так понимаю Здесь Место Где когда-то молился Святой Его Скажем так Тут может и дороги Этой не было Большой Проезжей И он И он вот на этом месте Он молился Преподобный Сергий Мефодий Пешножский Вот Здесь он молился На этом месте Друзья Думаю вам Всем интересно Посмотреть Такой вот распятие Оно явно Недавно Поставленное Но Туда же Какие-то Цветочки Искусственные Но Я как-то не смог Мимо пройти Для вас Это не поснимать Друзья Вот я мимо Никак не смог Пройти Вон меня Даже Антона Перейдил Убежал Вперед Такой вот Дуб Друзья Посмотрите Какой Дуб Видите Как Падает свет Солнце Падает Ну-ка Если я так Такой Эффект Своеобразный Видите Какой Тысячелетний Наверное Да Этот дуб Здесь На нем Даже Кота Только не хватает Как у Пушкина В сказке И на дубе Том Сидел кот Или как Друзья Поправьте меня Я уж точно Не помню Друзья Видите Как падает Свет Странно Очень Вот здесь Вроде бы Нормально А вот здесь Прям Как такое Свещение Дуба Исходит Я почему Не понимаю Я уже Пробовал Перенастраивать В настройках Телефона Менять настройки Аппаратуру Свою Но Ничего Не получается Как думаешь Прям Какое То Чудеса Какие То У нас Сегодня Происходит По дороге В монастырь Друзья Как Вот Я не пытаюсь Посмотрите Перенастроить В настройках Камеры Короче Установить Настройки Другие Я их Устанавливаю И все равно Какое То свечение Исходит Хотя Вот В принципе Другие Деревья Ничего Подобного Не Ничего Подобного Друзья Нет Других Деревьев А вот Здесь Здесь Прям Видите Как Какой-то Свет Свет Такой Прям Как с небес Знаете Как в фильмах Когда ангел Спускается Вниз На землю Вот То же Самое С небес Да Вот Меня Антон Поправил Ты там Ангела Не видишь Нет Ну Друзья Пока Ангела Не видим Но Видим Он Вот Вот Собирается Спуститься Вниз Так Друзья Интересно Что за Здание Вот Это Да Антон Мне тоже Интересно Что Это За Здание Чего Это Друзья За Здание Такое Что Это За Здание Более Грамотно Будет Ну Явно Не наш Монастырь Какой-то Наверное Больше Пансионат А Психбольница Наверное Да Мы слышали Точно Друзья Я вот Думал Поснимать Если Это Психбольница То У меня Были Планы Тоже Что-то Поснимать Тех Жи Псих Например Хотя Это Не смешно И Людей Этих Жалко Но Интересно Конечно Я Никогда Не был Психушки Надеюсь Там Не окажусь Никогда Только По своей Воле Попаду Надеюсь Не по своей Воле Я там Не окажусь Поэтому Пойдем Дальше 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 Друзья Смотрите Какое дерево А вернее Какие грибы На этом дереве Растут Я мимо шел И хотел вам Показать То есть Не смог я мимо Пройти И вам Друзья Не показать Вот эти Вот кадры То что я Вижу Он Пенек Кстати Вернее Корень Дерева Пень Видимо Дерево Кранты А пень Остался Ну и вот Другое дерево Его начинает Вот этот вот Гриб Я так понимаю Поедать его Кору Вы пишите в комментариях Если вы более точно Можете ответить На На то Что это за гриб И почему он Именно так вот На дереве Паразитирует Друзья Как паразит Друзья Вот мы уже подходим К монастырю Видите Да Проглядывается Монастырь А вон едет Какой-то трактор Нам навстречу Белару Беларусь Беларусь Да И велосипедист Такой трактор Летит Трактор Заехал И Вот он Наш монастырь И Рыбак Наверное Скорее всего На велосипеде Да Вон удочки Торчат Смех Что ты говоришь Удочки И сумки Торчат Ну да Ну и наш Конечно Друзья Вон он Из-за кустов Мы почти пришли Я уже Отчаялся Видите Там длинная Длинная дорога И поворота За ним ничего не видно Но вот я Случайно Краем глаза Увидел То что мы Почти пришли Потому что Я уже От жажды Изнуряю Ты хочешь пить Да Очень Даже Ну видите Человек Хочет пить И я Друзья Хочу пить Я уже Не могу Мне очень Хочется Пить Друзья